Здравствуйте, Ань Тарова с главными событиями этого дня. С вами в студии Елена Семеновичева. Предотвратить террористические акты, ликвидировать группу захватчиков. Такая цель стояла перед оперативным штабом по противодействию терроризму в Ненецком округе в Тельвиске. Там провели антитеррористические учения, в которых были задействованы порядка 200 военнослужащих, сотрудников службы безопасности, полиции и спасателей. За ходом учений наблюдала наша съемочная группа. Группой неустановленных лиц совершен подрыв одного из объектов связи в селе Тельвиска. В результате взрыва на территории региона частично нарушена организация связи. Такова легенда очередных антитеррористических учений, которые прошли в Ненецком округе. В экстренном порядке приведена в полную боеготовность группировка сил и средств оперативного штаба по противодействию терроризму в Ненецком округе, который выступил координатором учений. В мероприятии было задействовано около 200 военнослужащих, сотрудников территориальных подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Согласно легенде, в Тельвиске в одном из частных домов укрылась группа злоумышленников, которая взяла в заложники жителей дома. В ходе ведения переговоров группа неизвестных назвалась представителями одной из международных террористических организаций. Они подтвердили факт захвата заложников и совершенный ими подрыв объекта связи, а также выдвинули неприемлемые требования политического характера под угрозой расстрела заложников. С учетом сложившейся обстановки оперативный штаб принимает решение организовать и провести контртеррористическую операцию. При попытке зайти в дом террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В результате обстрела двое полицейских ранены. Благодаря слаженной работе сотрудников штаба, группу террористов удалось нейтрализовать и освободить заложников. Также в ходе учений антитеррористической комиссии округа отработаны меры по оповещению населения об установлении в регионе различных уровней террористической опасности. Были рассмотрены вопросы по эвакуации населения из опасной зоны и иных вопросов по обеспечению безопасности жителей округа. Под руководством оперативного штаба в Ненецком округе отработаны совместные действия сотрудников правоохранительных органов с окружными и муниципальными учреждениями при проведении антитеррористических мероприятий. По итогам учений руководство мероприятия положительно оценило действия всех участников.